Добрый день, уважаемые болельщики! Первый матч ЦСКА Краснодар и игра, в которой все может решить один эпизод. Сложно ставить ставку на этот матч, поэтому я поставлю на ничью 1-1. Первая игра у нас будет проходить в Москве, будут встречаться команды ЦСКА и Краснодара. Тут я предпочтение дам команде Слудского, так как они, во-первых, играют дома при поддержке своих болельщиков. Во-вторых, в Краснодаре смена тренера, так что пока они не показывают той игры, которую они показывали при предыдущем тренере. Победу отдам команде ЦСКА с счетом 2-1. Следующая игра у нас будет проходить в Ростове, будут встречаться Ростов-Локомотив. Ростов также набрал хорошую форму сейчас, плюс играет дома. Локомотив, к сожалению, не показывал той игры, которая у них была в прошлом сезоне, плюс смена тренера, поэтому ставим на победу Ростова 2-0. Следующий матч Ростов-Локомотив также очень трудный для прогноза поединок. Все может тоже решить что угодно. Ростов будет, скорее всего, конечно, играть вторым номером. Локомотив постарается вскрыть оборону. Ростову будет тяжело. Также поставлены мячи, пожалуй, и тоже не сильно результативную 1-1. Арсенал Терек. Арсенал сейчас очень тяжело. Команда играет за счет только, можно сказать, русских футболистов. Терек находится во второй верхней части таблицы. Естественно, грозницы фавориты, но, тем не менее, уповая на характер футболистов Арсенала, рискну поставить на них на счет 2-1. Следующий матч у нас Арсенал Терек. Тут очевидно, что фаворитом является Терек. Если учесть, что у них последние две игры они проиграли, тем более дома, я думаю, они будут биться за очки на выезде. То есть, они победу Адам Тереку с расчетом 3-1. Спартак Уфа. Спартак будет играть дома. Он, безусловно, фаворит. Тем более, он сейчас на хорошем ходу борется за зону Лиги Чемпионов. Уфа, в принципе, ничего такого не показала, кроме победы над Локомотивом. Поэтому Адам победу Спартаку 3-0. Спартак Уфа. Спартак однозначно будет иметь подавляющее преимущество в матче с Ухой. После поражения в Кубке им нужно оправдаться перед болельщиками. Поэтому поставлю на победу московского клуба со счетом 3-1. Анжи и Зенит. Очень тоже сложный матч для прогноза. Анжи тоже показывает в этом сезоне хорошую игру. Зенит последние два тура наконец-то поймал в свою игру. Но поставлю в этом матче на победу Питера. Питерская команда все-таки со счетом 2-1. Следующий матч Анжи и Зенит. В принципе в этом сезоне Анжи немного удивляет. Команда с приходом чешского тренера в принципе начала играть неплохо. Я думаю они могут оказать и навязать борьбу. И оказать давление на соперника. Но думаю в этом матче Зенит окажется сильнее. Так как команда сейчас на подъеме. Ей нужно догонять ЦСКА со Спартаком. Поэтому победу я отдам Зениту со счетом 3-1. Амкар, Крылья Советов. Амкар всех удивляет. В этом сезоне как год назад Ростов. Крылья Советов пока не важно играют. Поэтому поставлю на победу Амкара. Все-таки не играет дома. Со счетом 2-1. Крылья наверное все-таки забьют один мяч. В следующем матче у нас Амкар, Крылья Советов. Так ну тут в принципе что те, что те борются за очки. Только вверх таблицы, низ таблицы как бы. Ну амкар если учесть что будет играть дома. Ну буду ставить на ничью 1-1. Так и последняя игра у нас Рубин Тойм. Будет играть дома. Команда Рубин в принципе пока ничего такого не показала. Кроме как победы над Уралом. Думаю им будет возможность у Тойми забить им хотя бы один мячик. Но все равно они будут фаворитом. Так как они будут дома играть. Ставлю на победу Рубина 2-1. И последний матч. Рубин Тойм. Рубин в матче с Зенитом продемонстрировал, что команда пока не готова реализовывать задачи, которые перед ней поставил руководство. Но в домашнем матче с Томми конечно нужно брать очки. И Рубин победит со счетом 2-0. Это был мой прогноз. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова